Начинаем прямой эфир Интересное, компрометирующее название Не компрометирующее, скандальное слегка такое, да? Метросексуальное, богатство, привлекательность Не в моем стиле, да? Ну, на самом деле, разговор-то будет не про то, как стать богатым и привлекательным А про то, как к привлекательности относятся богатые люди Вот это вот несколько другая фишка Я сейчас объясню, в чем, собственно говоря, дело Дело вот в чем Ну, давайте так Скажу, что об этой теме я знаком не понаслышке Потому что мне приходится общаться в самых разных кругах И на протяжении многих лет я, конечно, мог наблюдать Как относятся богатые люди к тому, как они выглядят И что они готовы для этого делать И вообще, что, собственно говоря И как они себе представляют Так вот, не знаю, сколько я тут проеду за рулем сейчас, да? Потому что я буду в разные места заезжать А посему я попробую очень коротко, значит, изложить К сожалению, поэтому не успеют многие присоединиться к эфиру Ну, ничего страшного Смотрите, вот такая вещь Значит, иногда в беседе с состоявшимися людьми Которые, ну, в общем, не просто реально из среднего класса А, сказал бы так, из низшей олигархической такой цепочки То есть люди, которые в своем городе, ну, являются такими центральными вообще То есть которых знают все На которых вообще базируется весь деловой мир То есть приглашают их для интервью Берут интервью в деловых журналах, на телевидении И все такое прочее Вот, они, конечно, безусловно, должны придерживать Поддерживать определенный Сваринаме Статус И, конечно, им не все равно, как они выглядят Это абсолютно точно Вот И хотя очень часто даже они говорят, что это, в общем-то, не важно И что все, кто носит пиджаки Они работают на тех, кто ходит в футболках и джинсах Но это, в основном, дальше разговоров, как правило, не заходит То есть все на самом деле не так Они даже если и футболки и джинсы покупают То эти футболки и джинсы стоят столько, что будь здоров И они очень сильно расстраиваются, когда люди, так сказать, оценивая их Не замечают или не понимают просто, что это футболка, например, какая-нибудь limited edition От какого-нибудь, там, свои дизайнера И что вот эта майка пола стоит, предположим, несколько сот долларов там, да То же самое касается и обуви Там какие-то кеды, казалось бы, так вот, кеды, да Ретро такое То есть тоже, там, типа, штукарь Что-нибудь там из какой-то коллекции куплены в Милане непосредственно Ну вот Поэтому все в раке, когда они рассуждают, что это как бы не главное И особенно мужчины добившиеся И я больше про мужчин буду говорить Добившиеся вот такого высокого положения в обществе и хорошего состояния Они пытаются себя, значит, убедить в том Что для них абсолютно не важно совершенно, как они это выглядят Что их, значит, уважают и любят благодаря их интеллекту Обобщаются Все Вот Они деньгам или чему-то там еще И ведь, на самом деле, такое бывает иногда Но это в коллективе Но если человек сторонний не знает вот этого Ну, предположим, самого богатого человека Он все равно о нем будет представление складывать либо по слухам Либо по тому, ну, при встрече приличной Как это на самом деле все это происходит И, конечно, безусловно, приятные люди внешне Они производят более благоприятное впечатление Это 100% А вот теперь мы подходим к тому, на что богатые Вот, ну, на что готовы люди состоятельные для того, чтобы выглядеть там и привлекательно Вот Они хотят, хотят Я, прошу прощения, немножко простыл Они хотят, на самом деле, привлекательными быть Это совершенно точно Одно хотя бы то, что они готовы И даже не то, что готовы, а покупают одежду дорогую Понимаете? Значит, пропадает связь Вот опять появилась Это все ерунда, что они считают, что это не важно как Важно, важно Они хотят выглядеть дороже То есть, покупая дорогую одежду Они хотят выглядеть дороже И не просто дороже Они, на самом деле, часто подменяют очень, на самом деле, понятия Привлекательно и дороже Вот это вот я гарантирую совершенно точно Что подмена понятий здесь происходит очень тесная Любой, даже не привлекательный человек И считает, что если он там накупит шмоток дорогих То он будет выглядеть там просто супер На самом деле все не так Обыкновенная футболка, реально И хорошо сидящие с вами джинсы На хорошем, красивом теле На ухоженном Не на ухоженном, а некрасиво Как-то звучит, на самом деле Ну, по-другому, я не знаю, как этот термин-то подобрать Ну, когда хорошая, здоровая кожа Я не говорю, что это косметическими средствами достигается Это достигается здоровым образом жизни Будет там хорошая кожа Нет кругов под глазами Нормальные волосы, если они есть Вот у меня, например, как бы нету, да Ну, это сейчас вот так отросло немножко На самом деле я под нулевку стригусь Вот Это как-то все они Все это влияет, безусловно Очень серьезно на имидж И на то, как они сами себя себе представляют И, безусловно, человек, который себя в зеркале Видит более таким самым привлекательным Понимаете, это не нарциссизм и не самолюбование У него возникает больше удовлетворенности И больше чувства жизненного комфорта Так вот это невозможно со шмотками заменить Вообще никак Какие дорогие шмотки не купи Какому дорогому косметологу не сходи Это я тоже про мужчин сейчас говорю Метросексуальные парни там готовы сейчас И ногти бесцветным лаком покрывать И, не знаю, и что-то добавлять И где-то там уколоть там что-то, чтобы морщинки лишние не было В лице, ну, на лице Вот, это все никак не поможет настоящим самым вещам С здоровой красоте самым телом И вот здесь вот и возникает самый большой сам дуализм На Западе, на самом деле, очень многие богатые люди сейчас Ведут такую как бы тему к тому, что Что бедные там вообще толстеют Из-за доступности фастфуда более-менее и полуфабрикатов А богатые-то худеют Они сейчас перешли на здоровый образ жизни Мы, а мы, как правило, всегда там отстаем на 10-15 лет Мы на самом деле занимаемся абсолютно точным бенчмаркингом То есть мы все перенимаем Все, что есть лучшего мы перенимаем Сколько бы ни говорили о собственном пути каком-то Но все равно, что касается информационных технологий Каких-то там трендовых течений Моды, здоровья, медицинских технологий Все это нам приходит оттуда все равно Ничего у нас особо своего Ну нет, есть, конечно, там исследования какие-то И все такое прочее Но внедряются они, как правило, быстрее там И потом обратно приходят к нам Как реэкспортные машины, да Которые у нас тоже в свое время бывали Девятки Сомгнали в Европу А потом из Европы они к нам обратно возвращались Вот здесь то же самое Гоним технологии и сырье на запад А оттуда приходят к нам уже готовые продукции И внедренные технологии Ну так вот здесь то же самое Образ жизни Здоровый образ жизни, который влияет на внешний вид Он сейчас тоже стал трендовым И люди, которые состоятельные, на самом деле худеют Худеют и приводят себя в порядок Занимаются фитнесом И это не просто тренд Это правильное ей понимание вообще Того, какая должна быть оболочка Для того, что в себе бизнесмены ценят Они ценят себе, безусловно Какие-то такие качества Как воля, энергичность, работоспособность Ум, благодаря которому они достигли И всего этого прочего Но когда это все отобличено В дряной сосуд Сделанный из какого-то Низкого качества самоглины Из какого-то терракота дешевенького Как его не раскрашивай Какой сам гжелью И какими сам стразами Это не покрывай И все это будет абсолютно бесполезно Человек сам себя не обманет Он понимает, что он просто прикрыл шмотками И других людей пытается обмануть Тем, во что он себя нарядил Все понятно Люди благодаря этому могут оценить Самопонимающее состояние И респектабельность данного человека И он так же себя в зеркало Когда смотрит Он так оценивает Но это абсолютно не говорит о том Что у него вообще все хорошо Потому что может оказаться Что деньги есть В обществе какое-то положение есть А что нет? А нет удовлетворения И жизненного комфорта От того, насколько он сам себя Идентифицирует Самый понимает Как человека состоявшегося во всем В чем он хотел И любой человек на самом деле Хочет выглядеть хорошо И когда богатый человек Имеет все Что хотелось бы Кроме красивой фигуры И никакая косметическая хирургия И все такое прочее Это ему не поможет Потому что Кто-то этим просто не воспользуется Кто-то воспользуется Но и будет иметь Каким-то откатом И достигнет не той цели Которой надо А третий будет считать Что он-то этого не добился Он-то опять же купил Как какие-то вещи И сразу возникает чувство Неудовлетворенности полной Из-за того Что они считают Что в жизни они многого добились Но не всего тела не добились Вот Ни тела Ни здоровья Ни высокой там энергии Легкости засыпания Легкости пробуждения Чувство полного жизненного комфорта От того как Человек ощущает сам себя Вот нету И получается что Ага Вот смотря на всю силу воли И Работоспособности Все Не все В жизни есть Чего хотелось бы И если это затягивается На долгий продолжительный период И люди достигают Там Благосостояния После 40 И 50 лет Все Они уже не верят в себя И считают что в принципе Это все невозможно И это не нужно И пытаются себя Обмануть Когда Женятся Предположим На молодых там Девушках Что там на самом деле Любовь Что девушка полюбила За ум Там все так и прочее Нет На самом деле Это все контракт Это все купленное Такой купленный контракт Взаимоотношений Конечно В этой Могут быть Это Какие-то Ну скажем так Значит Уважение Чувство жизненного Какого-то Такого вот Ну какой-то Дружбы Единения Хотя на самом деле Может это Со временем Действительно Перерасти со стороны Женщины В любовь Когда она там Оценит Там остальные Все качества Своего там Избранника Но только при том Условии Что он действительно Обладает Очень хорошими Качествами Что они действительно Ну просто Высококлассные Что он Не ханжа Что он там Честный Не левачит И все такое прочее Любит детей Прекрасный Семьянин Все Тогда действительно Да Может это Сомги сработать Реально Ну так вот Ну мы вернемся К тому Что Как бы не все Покупается И вот Получается то Что шмотки Красивые Можно купить А вот тело Красивое Купить Нельзя А некоторые Пытаются Обмануть себя Тем что Они считают Что и тело Можно купить Ну я как уже Говорю Это пластическая Хирургия Там все такое Прочее Нет Мужчины Как правило На это не идут Хотя некоторые И идут Но Это всегда Не приносит Того результата Которого Хотелось бы Потому что Врач Косметолог Видит Чуть-чуть иначе Там идеальный Сам результат А самое главное Что идеальный результат Недостижим Все равно И средства С врачей Они Ограничены Ну давай быстрей Блин Пропустил его Так он еще Гад и тормозит О косметической Хирургии Прошу прощения Это пробка Большая Пропускает человека А он боится Ехать не едет Вот Камера в спину Значит О чем я говорил А Не получается Достичь тех Результатов Которых бы хотелось Вот И все И все это пролетает Вот А второй момент Они думают Что если Там купить себе Ну в кавычках До персонального тренера И там ходить Заниматься В спортивный клуб То одно Обладение Там абонементом И посещение В определенные дни Как говорится Кружка По интересам Значит Позволяет им Уже Там Вернее Гарантирует им То Что Все будет чики-пики До фига там Не будет Можно ходить Годами Я таких знаю Людей К одному и тому же Тренеру Или к разным Тренерам В клуб Иметь абонементы Разных самоклубов И сетовать на то Что нифига не получается Причем человек Будет ходить Постоянно В клуб Регулярно Действительно Два раза в неделю Три Даже четыре И никуда Продвигаться Не будет абсолютно Вот Нельзя это все Сокупить Это можно только И сделать Правильно Подойдя к вопросу Вот Но И таких Людей На самом деле Минимум Вообще Минимум Которые могут Вот так регулярно Ходить Чаще всего Купить тело Вообще Не получается Ну не получается И поэтому Неудовлетворенность Возникает Очень высокая Просто колоссальная Из-за того Что есть несоответствие Человек достиг Жизни всего А приобрести Новое тело Не смог Так вот Я хочу Авторитетно Заявить Что это возможно Что возможно На любом этапе Своего жизненного пути Очень круто Себя изменить Это я Гарантирую Конечно Чем человек начинает Чем он Заботится На эту тему Раньше Тем эффекта Добиться легче Чем он И моложе И чем здоровее Тем легче Всего этого добиваться Ну на любом этапе Можно Вопрос только в том Что нужно правильно Поставить цели И вот здесь Любым состоятельным Людям Нужно Нужно подойти К вопросу Личной трансформации И И там Изменения Образа жизни На здоровый образ жизни На изменение тела Подойти Как к точно такому же Проекту Как к точно такому же Бизнес плану Какие они в своей жизни Много раз Сами делали Когда занимались Бизнесом Производством Достижения цели В своей профессиональной Сфере Это совершенно Сто процентов Работает Именно так Потому что Если нету Конкретной цели Которая измерима Достижима во времени И Человек не видит Просто говорит Я хотел бы похудеть На столько-то килограмм Вообще Абсолютно неправильная цель Она не отражает ничего Это Что Если он говорит Я хочу пятерочку Там килограмм скинуть Да пятерочку килограмм Можно скинуть За два дня Там убрав только воду Другой вопрос Хочу просто похудеть На пять килограмм Как бы Надолго Я просто думаю Что убрать Жир или мышцы Мышцы уйдут первым делом Да Вот Такими способами Потому что Можно действительно Там закупиться Саматотропным гормоном Там Или не знаю Средствами Какими-то Или в конце концов Глистов себе подсадить Там похудеешь Вообще махом Или какие-то Слабительные Ну средства Там принимать Какое-то время И тоже вес уйдет Понимаете Ну это для здоровья Вредно будет А как вот убрать вес Так чтобы Там оставить То что нужно И даже добавить Что хотелось бы А в итоге Весь Ну мы же Массу лишнюю Там Убрать Вот это вот Отдельная тема Причем Как и заниматься так Чтобы не тратить На это все Свободное время И не только Свободное А рабочее время В том числе Не знаю Что-то Пылища какая-то Такая Вообще Холодно И пыльно Не знаю Ну вот Как это сделать Они не знают Их тренера Их тренера Этого тоже Не знают Почему Потому что Тренер Который тренирует Даже персонально Он подходит Со своей Колокольни Он знает Как это делают Те Кто готовится На фитнес-бикини На мэнс-физик Или еще куда-то Как он сам Это работает Понимаете Тренер Который не является Вернее Не был В шкуре Бизнесмена Человека Который Работает Целыми днями Не способен Составить Для бизнесмена В полной мере Правильную Объективную Программу Для занятий Почему Ну потому что Он со своей Колокольни Смотрит на это Он конечно Владеет Методами Достижения цели Но эти методы Достижения цели Очень часто Не подходят Для тех людей Которых они тренируют И цели-то часто Не совсем те Там которых Быт Сохотелся В итоге Тренер Навязывает Ну так как он В зале Король и бог Свою методику Свой подход Даже когда Человек Который тренирует Там настаивает На своем В итоге Прогибает Даже под себя Там Эффекта Вообще Никакого Не будет Если прогибает Сам тренер То эффект Будет Если работать Как Будет Заставлять Самый тренер В итоге Эффект Может быть Достигнут Но Либо слегка Не тот Который Хотелось бы Либо Не так Как этого Хотелось бы То есть Когда теряется Огромное количество Времени От семьи От бизнеса От чего-то еще А главное Что утрачивается Чувство жизненного комфорта Из-за каких-то Диет Неудачного Сочетания Тренинга С какими-то Циркатными Цикловыми Ритмами Там у человека И вот как Что ж такое Как с этим Побороться Как этого добиться Есть такие подходы Есть Есть Я говорю Просто На самом деле Все должно Начинаться И можно Воспользоваться Услугами Причем Того же Самого Тренера Вопрос Только в том Что должна быть Очень грамотная Формулировка Целей и задач Как в бизнесе Реально То есть Цель Достижима Измерима Во времени Она конкретна Количественна И все такое Прочее Вот если это все Есть В плане Постановки Задачи По трансформации И по Изменению На здоровый образ жизни То все Сработает Сто процентов Если вы сумеете Это до своего Тренера донести Я же не говорю Что вы будете Заниматься Сами непосредственно Сами с собой Я говорю Пускай Тренером С тренер будет Вот И тренер сумеет Это все дело Сомнепринять И вы не должны Снять ответственность Сами с себя Типа Я передал Там ответственность За это дело Тренеру Он лучше знает Он профессионал И все Нет Так как задачи Формируете вы Ставите цели То же самое Как в бизнесе Вы Являетесь Координатором Данной Самой работы А тренер Является Специалистом Которого вы На работу взяли Вы не передали Себя Полностью Ему Нет Конечно Если вы Такого найдете Которого Сможете Который Вообще Понимает Вот такой Тренер Который Сам Был Или является Бизнесменом Вот Который Имеет В оффлайне Бизнес Там Какие-то Еще Такое Прочее Вот Он Он Тогда Абсолютно Поймет И ваш График И структуру Дня И задачи Которые стоят Перед вами Но если Такого не найдете То любой другой Тренер Из фитнес центра Это прежде всего Для вас Ну не инструмент Это специалист Которому Вы взяли на работу Вот если вы Начинаете Какой-то бизнес Вы Привлекаете На работу Смоги Специалистов Вы Будете контролировать Вы же Не снимаете С себя Всю Самокответственность За мониторинг Достижения целей И то Как эти цели Достигают Ну то есть За методы Достижения цели За промежуточные Результаты И все такое прочее Не снимаете Нет Больше того Если вы чувствуете Что что-то не получается Вы начинаете По этому поводу Забеспокоиться И как-то Пересматривать Ваши планы Организовывать Какие-то совещания Ну и здесь То же самое Абсолютно Никакой разницы Абсолютно То есть Это точно Такой же проект А уж Если вы Тем более Своё тело И своё Здоровье Рассматривать Будете Как важнейший Инструмент Вашей жизни По поводу Достижения Любых Ваших жизненных Планов Любых В том числе И в бизнесе То получается Что в тренера Это вы Инвестируете В свои занятия Вы инвестируете И в свой проект Этот по трансформации Вы инвестируете И вы должны Быть на защите Ваших инвестиций Это совершенно точно То есть Поэтому Вы должны Обязательно Всё контролировать Не снимайте С себя ответственность Кстати Абсолютно То же самое И касается И общения С докторами Абсолютно То же самое Правда Здесь Другой момент Доктор Чаще всего Конечно Понимает Различные Аспекты Там особенности Потому что Он на своей жизни Насмотрелся Столько разных Людей И стариков И молодых И бизнесменов И всяких прочих Что он конечно Понимает Очень часто Хороший врач Что будет делать Его Самый пациент И что не будет Но здесь И другой самый момент Здоровье Если человек заболел Настолько значимо Что если здесь Врач берет на себя Диктат И говорит Что для достижения Результатов Нужно делать вот так Здесь может Стоит и поступиться И личным временем И всем остальным Чтобы вернуть себе Нормальное состояние Вот если дело касается Профилактики заболеваний Каких-то Или предотвращения Там рецидива Когда есть Ремиссия самостойкая Вот здесь конечно Уже Врач нужен Самый такой Который подберет Все так как надо Чтобы не поменять Ваш образ жизни Вот здесь то же самое Касается В общем-то тренера И поэтому по сути Тренер хороший Который должен Обслуживать Помогать вернее Вот таким Ну клиентам Он должен По максимуму Желательно очень Чтобы он был Специалистом По спортивной медицине Потому что Как правило Для людей Вот я просто Общался Для богатых Фитнес Это прежде всего Способ не просто Время провести Там силы набраться Там все Это Они видят это Прежде всего Как некий Комплексный способ Для того чтобы Не потерять свою активность Работоспособность Привлекательность Там совокупность Огромная факторов И ворочание гантелей Вернее Работа по перемещению Гантелей И Там работа на тренажерах С целью Предположим Сделать У мышц Более там Лучше Более выраженный тонус Это только Маленькая часть Того что они Хотели бы Начинаешь вообще Беседовать Понимаешь Что они Хотят Многого Что цели Стоят Глобальные И в Этих целях Среди этих целей Изменения И трансформация Вот тело Серьезное Такое Прям вообще Там до кубиков Пресса Там все такое Прочее Это дело Которое Относится К побочному То есть Они рассматривают Больше тренинг Как возвращение Здоровья Жизненного Тонуса Активности Ну и Уже Там Следующие Факторы Это Личная Привлекательность Поддержание Трендовости Своей причастности К движению К общему И все такое Прочее Вот это Вот есть Вот Но Конечно Это немаловажный Фактор Как изменение Собственного тела Потому что Ну поймите Человек Вообще Привлекательно Выглядит Не только тогда Когда он выглядит Как на картинке Там парень Который Выступает В Мэдсфизик Мужчина Привлекательно Выглядит Когда он Встроенный Подтянутый Держит осанку Не перекошенный Когда у него Хорошая В общем-то Это кожа Когда он Выглядит На возраст На тот На который Надо И не выглядит Болезненно Вот Вот И спорт Конечно В этом Огромное Подспорье Потому что Здоровье Напрямую Зависит от состояния Тела Не только от Внешнего Но и внутреннего А занятие Спортом Оно и меняет И внутреннее Все Потому что Понимаете То что Снаружи Мы видим Какие-то Проявления По изменению Мышц Если люди Занимаются Серьезно Бодибилдингом Это лишь Одно из Направлений По работе Над собственным Делом Одно из И если Увлекаться Чрезмерно Этим направлением То это Зачастую Ну и профессионально Приводит Не к повышению Среди Здоровья А к ухудшению Его При всем При том Что Внешне Человек Становится Более привлекательным И вот Здесь Как раз Все предприниматели И бизнесмены Которые Озабочены Самоздоровья Своим Они это понимают Подспудно И конечно Тратить огромное время На то Чтобы трансформироваться Тотально В ущерб Своему Самоздоровью И времени Они не готовы Но с другой стороны Тело хорошее Купить нельзя Понимаете Мы покупаем Я под покупкой тела Подразумеваю Не только покупку Внешнего вида тела Но и того Что И все три бухи Что в нем находится Поэтому здесь Понимаете Одного Знания Как Изменить мышцы Недостаточно Понимаете Как изменить Выносливость Недостаточно Здесь Нужны знания В области Стыка Стыка Двух наук Медицины И спортивной медицины И спорта Вот Чтобы понимать Как методами спорта Как методами спорта Кардинально влиять На состояние здоровья Ну а если Человек Здоров В полной мере То это говорит о том Что у него и жировая прослойка На уровне И мышечный тонус Такой какой надо И объемы И антропометрические данные Тоже соответствуют Состоянию Здорового человека Работа органов и систем В норме Хорошие У него психическое Самое здоровье Фазы сна Бодрствования Тоже Такие какие надо Восстановление Замечательное После Самогенагрузки Большой Высокая Работоспособность Комфортная Понимаете Человек может быть Работоспособный За счет того Что он просто Превозмогает себя А может быть Человек Работоспособный Потому что Ему превозмогать себя Не надо Ему работать легко Вот это вот Разные же вещи Согласитесь Согласен Вот Поэтому Я говорю Для того Чтобы добиться Результата Который Нужен Нужно правильно Сформировать цель Суметь донести До своего тренера Если вы это сделаете И тренер будет Самый хороший А вы дальше Вы будете Мониторить И Обсуждать Промежуточные Точки Реперные Следить За достижением Цели Осуществлять Своевременный Контроль И корректировку Задач Рассматривать Своё изменение И трансформацию Как инвестиции В себя А тренера Рассматривать Как высокооплачиваемого Наемного Специалиста Но который Тем не менее В проекте Не главное лицо Не он управляет Все эти темы То Да Но считаться с ним Безусловно На самом деле Должны Почему Потому что Он специалист Вы Управляете По целям Но цели Вы достигаете С помощью него Понимаете Да Идею Вот Поэтому Обратите внимание Особенно на это Это очень важно В общем Все что я хотел По этому поводу Сказать Я сказал Еще раз Просто повторяю Что купить Тело Нельзя Даже если вы Богатый Несостоятельный Человек Но приобрести Его Можно Улучшить Его Можно Для этого Нужно в себя Верить И построить Работу По изменению И по работе Над этой Самой целью Именно Как Над бизнес Проектом В соответствии Со всеми Абсолютно Понятиями Подхода К формированию Любого Бизнеса И проекта То есть Исследовать Технологии Какие есть Определить Задачи И цели Понять Структуру Рынка Вот Понять Какие есть Специалисты Понять Какие есть Способы Достижения Воспользоваться Бенчмаркингом Если возможно Из опыта Других Людей Вот И лучше всего Если еще Удастся Привлечь Такого Специалиста Который В теме То есть Не тот Который Готовит Спортсменов И не тот Который Занимается Просто Трансформациям Тела Который Умеет Построить Работу По изменению Образа Жизни Для достижения Тех целей Которых Бы Хотелось Все Салют Повторяться Больше Не буду И так Десять раз Сказал Об одном И том же Разными Сами Словами Но Это Такой Способ Чтобы Чтобы Вы Поняли Чтобы Эти мысли Которые Я доношу До вас Стали Вашими Собственными Чтобы Вы их Лучше Проанализировали И поняли Подходит Это вам Или нет Готов Буду Обсудить Все В комментариях До встречи Субтитры